Юбилей учреждения культуры прежде всего это возможность организовать праздник для его посетителей, зрителей, читателей. Это возможность передать слова благодарности, восхищения и самые добрые пожелания. Конечно, так было и на этот раз, ведь свое переделите отмечает теплый дом на Сизовке. Я вот искренне желаю, чтобы вот эта вот теплота не исчезла, чтобы не охладились ни стены, ни ваши души. Вместе также двигались дальше по истории библиотеки. Вы выполняете очень важную работу, формируя силу слова у человека. Огромное спасибо вам за вашу работу. Вы справляетесь, на высоком профессиональном уровне делаете. Людям здесь приятно, хорошо отдыхают, приходят. Поэтому что пожелать? Развития, только развитие. Я желаю вам благополучия, процветания, чтобы все ваши задуманные идеи получались и воплощались в жизнь. Огромное вам спасибо за развитие культуры, любви к чтению. Всей души позвольте вам пожелать, во-первых, конечно же, хороших читателей, увлеченных читателей, которые будут с удовольствием приходить и создавать, и поддерживать ту ауру, которую удалось создать предыдущим поколением библиотекарей. Сотрудники Североморских библиотек – люди настолько разносторонние, многогранные и увлеченные своим делом, что, конечно, не могли праздничное мероприятие превратить в сухую торжественную часть. Интрига, импровизация и театрализация. На этот раз в гости на юбилей заглянул почтальон Печкин. Не просто так корреспонденцию принес. Разумеется, поздравительную. Это были видеопожелания от бывших заведующих Ольги Зинцовой и Натальи Клюшиной. А еще много пожеланий было от самых юных читателей – малышей из садика «Родничок» и учеников «Семерки». Подарки тоже были самые разнообразные – от прекрасных сувениров, которые могут заполнить витриной выставки, до книг, которые пополнят фонды. Одна из них – особенная, подготовленная коллегами из информационно-библиографического отдела Центральной городской – сборник о СИЗОВКИ. Издание рассказывает об истории библиотеки, о коллективах, которые там трудились, о людях, которые там работали, о клубе «Диалог». Поведаем об этом и мы в нашем специальном репортаже, премьера которого состоялась на празднике «Теплого дома». Продолжение следует... Продолжение следует...